Ухожу. Оператор Алексей Балакирев и корреспондент Николай Долгачев не пострадали. Неизвестные с оружием в руках довольно быстро отступили, вот пока их личность не установлена. Но впрочем, стоит сказать, что в правительстве и накануне заявляли о том, что на территории Автономной Республики возможны провокации. В частности, озвучили такую информацию, якобы люди, которые подчиняются партии «Свобода» и партии «Удар» под видом пророссийски настроенных активистов, планируют захватить администрацию города Керчи. Я напомню, что партией «Свобода» руководит националист Олег Тегнебок, партией «Удар» бывший смартсмен Виталий Кличко. В частности, чиновники правительства сообщали о том, что такие провокации возможны на территории всей Автономной Республики. При этом работает общественный транспорт, люди используют личные автомобили, магазины не закрываются, работают заправки. До сих пор не до конца ясна ситуация с воздушным сообщением накануне по инициативе Киева. Воздушное пространство над Автономной Республикой Крым было закрыто. И вот по последней информации, премьер-министр, глава правительства Крыма ведет переговор с диспетчерскими службами, с другими ведомствами, которые занимаются организацией воздушного движения, возобновлением полетов. Мы следим за этим и сообщим о том, возобновится ли воздушное сообщение сразу после того, как первый рейс вылетит из международного аэропорта Симферополя. Антон.